МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Плановые отключения горячей воды уже стартовали, но отсутствует она также в кранах у жителей домов, чья очередь подогревать чайники и кастрюли еще не подошла. Взвейтесь кострами темные ночи. 95 лет отмечает сегодня пионерское движение. Мегафон заявил о масштабном сбое в работе сети оператора. Оператор сотовой связи Мегафон в своем микроблоге сообщил о массовых сложностях со связью, причины инцидента и точные сроки восстановления. Работы оператор пока не уточнил. Уже исправляем, приносим извинения за доставленные неудобства, сказано в сообщении. Неполадки зафиксированы в Москве и Подмосковье, Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Рязани и других городах. В некоторых регионах пользователи жалуются на сбои в работе оператора Йота и Билайн. Атака началась в 11.30. По всему миру началось распространение вируса-вымогателя Вона Край. По последним данным, криптовымогатель заразил уже 300 тысяч компьютеров в 150 странах и получил от пользователей 70 тысяч долларов. Глобальная хакерская атака затронула МВД, Следственный комитет, Мегафон, Билайн, Связной, а также серверы Минздрава, РЖД, МЧС и Сбербанка. В Мегафоне тогда заявляли, что на обслуживание клиентов заражение не повлияло. В Рязани начались плановые отключения горячей воды. Несмотря на то, что до жителей Дашково-Песочной очередь еще не дошла и, казалось бы, доставать кастрюли еще рано, вот уже несколько недель жители одного из домов по улице Зубковой привыкают к жизни без комфорта. Вторую неделю без горячей воды, третью – без отопления. На улице Зубково в доме номер 25, корпус 3, к проблемам начинают привыкать. Ведь качественно отремонтировать прорыв трубы рабочие теплосетей до сих пор не могут. Что-то они там нахимичили, включили воду горячую и затопило третий подвал. И они же отключили вечером сразу же. И после того к нам слесаря только появились, вот эти вот, в понедельник. Ремонт возобновили, но не закончили. Перекопан весь двор, вскрыт новый асфальт. А 16 мая проблема вышла на новый уровень. В доме прорвало канализацию. Сотрудникам ЖЭО потребовалось несколько дней, чтобы определить причину проблемы, но в течение этого времени возникли новые. Как они говорят, мы думали сначала это обратка, но это не обратка, хорошо. А сегодня обратка рванула опять. Проснулись как в сауне. Я с матик, мы задыхались, окна у нас были открыты с 6 утра. Парило так, что, наверное, до 4 этажа доходило, или до 9 даже. В общем, некого было найти. Кто виноват в этом? Никто не хочет признаваться. Ни ЖЭО, ни вот теплосеть. Галина Ильина живет здесь уже более 30 лет. И все это время решить вопрос с горячей водой не смогли. Из-за регулярных прорывов в квартире пенсионерки на первом этаже постоянно пахнет канализацией. Каждый месяц обязательно у нас прорыв теплой теплотрассы. Что это такое, почему? Либо трубы некачественные, либо они делают неправильно. Жители дома уверены, что проблемы в гнилых трубах. Два года назад их уже меняли. Но к качеству проведенных работ у пенсионеров есть претензии. Была сильная тоже авария. Все вскрывали, привезли трубы. И потом через несколько дней, может пару-тройку дней, эти трубы исчезли. Ночью причем, да, говорят очевидцы, что увезли их ночью, по тенью ночи. И все это закрыли, была водичка, не выкачали до конца. Все это закрыли плитами и все так оставили. Сейчас, по словам очевидцев, история повторяется. Трубы привезли, хотя они новые, но они не покрашенные, ничем не обработанные. И они положили опять же в воду. Так что толку никакого не будет. Через год она опять сгниет. И вот опять вчера лежали почему-то трубы толстые. Сегодня три толстых трубы исчезли, а привезли три тонких. Местные жители обращались в прокуратуру, в администрацию города и свою управляющую компанию. Но ремонт теплосетей никак не закончат. Получить комментарии представителей этого органа нам пока не удалось. Мы следим за развитием ситуации и будем держать вас в курсе событий. Зачастую автовладельцы, получая уведомления о штрафах, искренне удивляются о том, что нарушали они даже не подозревали. А все потому, что дорожные знаки иногда установлены так, что заметить их почти невозможно. Дорожные указатели и знаки уже прочно обосновались в нашей жизни. Забавно, что они появились еще до изобретения первых автомобилей. Сейчас же они несут самую важную информацию для водителя. Главная дорога, обгон запрещен, пешеходный переход и многие другие знают наизусть уже все шоферы. Соблюдение правил дорожного движения – прямая обязанность всех автомобилистов. К сожалению, случаи, когда дорожные знаки попросту не видны на дороге, перестали быть такой уж редкостью. Припарковать автомобиль и получить штраф за стоянку в неположенном месте – от такой ситуации не застрахован никто. В подобных случаях можно сослаться на ГОСТы. В них прописано, что дорожные знаки должны быть размещены таким образом, чтобы они воспринимались только участниками движения, для которых они предназначены и не были закрыты какими-либо препятствиями. А также обеспечивали удобство эксплуатации и уменьшали вероятность их повреждения. Помимо этого, дорожный знак должен устанавливаться справа от проезжей части или над нею, вне обочины. Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 метров. Если же вы совершили серьезное нарушение ПДД, не заметив знака, и вас хотят оштрафовать, прежде всего необходимо сохранять спокойствие при общении с сотрудниками ГИБДД. Ссылаясь на ГОСТы, объясните, что дорожный знак должен быть виден. По возможности сфотографируйте само место нарушения, а также незаметный дорожный знак. Не лишними будут и свидетельские показания. В любом случае, всегда будьте внимательны. А все тайное всегда становится явным, когда приходит штраф. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении рязанской продавщицы, которая сбывала алкоголь подросткам. По словам начальника пресс-службы регионального ОМВД Александра Пономарева, ей грозит внушительный штраф. Количество ларьков в нашем городе постепенно сокращается. Алкогольные напитки, которые раньше были доступны в любой части города, теперь найти не так-то просто. В соответствии с новыми законами под запретом продажи алкоголя в зданиях, примыкающих к медицинским, образовательным и спортивным объектам. То есть, если по соседству откроют частный медицинский кабинет, то в этом здании торговлю любым алкоголем придется свернуть. Кроме этого, уже с апреля купить алкоголь дистанционным способом невозможно. А если и получится, то будет это незаконно. Если человек захочет попить пиво или другую алкогольную продукцию, купленную вместе общепита, сделать это можно будет только в данном здании. К тому же, запрещена продажа алкоголя ночью и в праздники. Но проблема с поиском алкоголя не угрожает третьей части населения нашей страны. По данным опроса, 29% россиян заявило, что никогда не употребляет алкогольных напитков. 30% респондентов сказали, что пьют алкоголь реже раза в месяц. Примерно раз в месяц употребляет алкогольные напитки четверть опрошенных россиян. Согласно опубликованным данным, один-два раза в месяц употребляют алкоголь 18%. А меньше рюмки алкоголя за раз могут выпить 17% опрошенных. Так что, вероятно, новый закон все-таки оказал положительное влияние. Новый законопроект, предложенный в Госдуме, запретит показывать любую алкогольную продукцию по телевидению. Чем это поможет населению и как к такому новшеству относятся рязанцы, узнавала Галина Ершова. Запрет маты, введение возрастных категорий, ограничений на показ курения. Правительство России все пристальнее следит за тем, что показывают наши телевизоры и экраны кинотеатров. На этот раз под санкции попадет спиртное. Специалисты Центра разработки национально-алкогольной политики разработали законопроект, который запретит показывать потребление алкоголя с 6 утра до 11 вечера. Положительно. Почему? Не знаю, чтобы не пили. Люди, которые это придумывают, они не смотрят за другими законами, но это бред, правда. У нас полно в мире вообще беспорядка, то что это вообще никак к этому не относится. Замечательно. Наконец-то. Почему? Потому что. Ну это хорошо. Почему нет? Ну что прекрасного в том, что у нас распивают напитки и все это видят. Плохо. Почему? Если я не пью, мне не пью. Если я пью, мне никто не запретит. Если демонстрировать по телевидению потребление спиртных напитков, это невольная реклама. Однако у хорошего дела есть и обратная сторона. Ирония судьбы, время первых, брат. Сложно найти отечественный фильм или сериал, в которых не пьют. Поэтому любимые рязанцами картины могут попасть под новые ограничения. А к 2020 году телеканалы, транслирующие подобные фильмы, могут закрыть на 90 дней. Ну вы знаете, если старые фильмы, в которых они распевают, убрать оттуда. Там иногда весь юмор только на этом и держится. То есть это я против. А все остальное, конечно. Если фильм сильный, то на эти сцены не обращаешь внимания. А если слабый фильм, то, конечно, зависит от фильма. Ну, если, например, это художественный фильм, то мне кажется, это неправильно. Потому что многие сцены, они нужны, допустим, для какой-то, чтобы, ну, при чем к кому-то выводу должен зритель. Ну, у нас, по-моему, время первых там сколько там, 16 плюс, что ли, на ограничения. Ну да, нормально. Я думаю, что произведения культуры, они уже цельные. В них нельзя выделять распитие спиртного напитка или курение. Это просто шедевр. И воспринять его надо в целом, целиком. Не кроить, не кромсать. Поэтому надо, наверное, сделать исключение. Законопроект уже нашел поддержку в правительстве. Напомним, что борьба со спиртным ведется с 2007 года. Тогда в стране запретили онлайн-торговлю алкоголем. Кроме того, с 2012 года в России запрещена реклама алкогольной продукции в интернете и на телевидении. Красные галстуки, горн, торжественные линейки, счастливые детские лица. Именно такие ассоциации всплывают при упоминании пионерского движения. Сегодня пионерии исполняется 95 лет. И рязанские коммунисты в честь юбилея приняли в пионеры школьников из города и районов области. 19 мая 1922 года вторая Всероссийская конференция Комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Этот день отмечался в СССР как день рождения пионерии. После распада Советского Союза, когда перестала существовать в прежних масштабах пионерия, праздник утратил свои прежние значения. Опыт пионерской организации уникален. Ее традиции близки и понятны каждому. Честно жить, много трудиться, горячо любить и беречь свою родину, помогать людям. Пионерия основана на принципах добра и справедливости, коллективизма и товарищества. Для слова сначала думай о родине, а потом о себе – это руководство к действию. И воспитанники пионерии становились героями войны и труда, покоряли космос, осваивали цели, развивали науки и культуру. В советское время это была отваженная система детского и подросткового воспитания, которая, к сказанному мышцу, гарантировала бесплатное и лучшее время образования, полноценный досуг, проведенный с пользой, развитую систему процесса образования, уверенность завтрашнего дня. Поэтому сегодня мы работаем над тем, чтобы возродить в полной мере и бесславные традиции, и систему государственной заботы о детях и молодежи. Так совпало, что День пионерии приходится практически на конец учебного года, так что в этот день подводились итоги учебной и общественной жизни каждого класса. Объявлялись и поощрялись лучшие пионерские отряды, а вечером возле огромного костра под гитару пели пионерские, патриотические, военные и туристические песни. Каждый год 19 мая подводили итоги своей работы, кто лучше учился или больше собрал макулатуры. Сейчас этого нет, и тем не менее красные галстуки не совсем ушли в прошлое. Вот эти плакаты, которые сейчас за ребятами, пионер всем ребятам, пример, это настолько глубоко в этих словах все заложено. Вспоминаю себя, вспоминаю эти годы, мы участвовали в Тимурском движении, помогали старшим, помогали октябрятам. То есть это было настолько все здорово, настолько прекрасно. Я уверен, что сегодняшние ребята, которых мы приняли в пионерскую организацию, они будут брать из того советского времени то хорошее и перекладывать на нынешнюю жизнь, нынешние реалии. Сегодняшнее поколение принципиально от предыдущих не отличается. Подросткам по-прежнему необходимо объединяться в сообщество, принимать общие правила и действовать вместе. Сестренки Софья и Полина учатся во втором классе, и сегодня для них ответственный день. Их приняли в пионеры. Зачем вы это сделали? Зачем вы согласились стать пионерами? Чтобы помогать тем, у кого что-нибудь не получается, чтобы быть примером. О движении рассказал им папа, который когда-то сам был пионером. Когда я им предложил стать пионерами, они спросили, папа, кто такие пионеры? Я им сказал, что пионеры всегда примеры, всем ребятам примеры. Он привел примеры пионеров-героев Великой Отечественной войны. В принципе, они заинтересовало мое предложение. Я думаю, что мы будем работать в пионерской организации. На площади в этот яркий солнечный майский день горят красным коммунистические флаги и пионерские галстуки. Торжественная линейка состоялась для школьников из Рязанских, школ Спасского района, из школ Турлатова и Заборья. Коммунистическая партия всегда с большим вниманием относилась к подрастающему поколению, к воспитанию, нравственному воспитанию. И сейчас этот праздник, мы видим, проходит по всей стране. То есть пионерия жива и она пополняет свои ряды. О том, насколько возможно массовое возрождение пионерского движения, говорить сложно. Но счастливые лица детей и родителей подтверждают. Пионер – всем ребятам пример. Пример ответственного, радостного, целеустремленного человека. Хрустальная болезнь – так в народе называют заболевание, по-научному именующееся несовершенный остеогенез. Это довольно редкая наследственная болезнь, при которой у развивающегося или растущего ребенка наблюдается уменьшение костной массы тела, что приводит к повышенной ломкости костей. В тяжелых случаях этого заболевания ребенок получает повреждения и переломы еще в утробе матери. В дальнейшем кости могут ломаться даже от незначительных силовых нагрузок. Несмотря на то, что болезнь довольно редкая, в нашем городе таких необычных, хрустальных детей немало. О том, как борется с болезнью Сергей Денисов, расскажет Валерий Седов. Более 30 переломов и 10 операций. Именно столько выпало на долю юного Сергея. Как признается его мама, Светлана, трудности начались с самого рождения. Например, лекарство, которое для Сергея жизненно важно, получить стоило больших усилий. Сейчас оно внесено в список необходимых и не является проблемой. Например, санаторно-курортное лечение. Сережа нуждается в этом, потому что наше заболевание, оно именно с опорно-двигательным аппаратом связано, да, нарушение. И нужно постоянно восстанавливаться, нужно постоянно проходить реабилитацию, санаторно-курортное лечение. Правда, санаторное лечение в нашей стране построено в режиме очереди. Поэтому в любой момент семье могут позвонить и сказать собираться. Так Сергей пропустил последние два года санаторного лечения, потому что лежал на восстановлении после операции. И очень я бы хотела обратиться к гражданам нашего города. Когда вы видите такую парковку, пожалуйста, не занимайте ее, потому что для нас это очень важно. Когда я привожу Сережу на машине, у нас выдвижное сидение, да, и если я не могу встать на обычное место, потому что просто там мы не можем открыть дверь, и чтобы это сидение выехало. Нам нужно больше места. Людям не очень сложно пройти лишние метры, но для Светланы и ее сына припарковаться на таком месте гораздо лучше. Но у крупных супермаркетов свободных мест на стоянке для инвалидов просто нет. Конечно же, порой жизнь приносит и приятные сюрпризы. Так, после школы Сергей планирует поступать в высшее учебное заведение. Недавно мне позвонили и сказали, Светлана Александровна, могли бы вы прийти и подсказать нам, что нужно сделать для доступной среды на филологическом факультете для того, чтобы вашему ребенку было удобно там учиться. Вы знаете, за все вот наши борьбы, вот 18 лет борьбы с нашим заболеванием, со средой вокруг нас, это первый раз, когда нам позвонили и спросили, как будет лучше, что бы вы хотели. Главное в такой ситуации – не опускать руки. Сергей награжден нагрудным знаком «Горячее сердце». К тому же, благодаря акции интернет-поисковика, его голосом заговорило произведение Льва Толстого Анна Каренина. А в 2014 году он нес паралимпийский факел. За час до эстафеты юный рязанец сломал ногу и в травмпункте торопил врачей, чтобы успеть пронести свой паралимпийский огонь. Это такая же боль, как у обычного человека, когда он сломал ногу или руку. И научиться быстро, вот потом снял гипс, начинать восстанавливаться, начинать ее разрабатывать – это больно, это страшно, это непривычно. Но Сережа Баетов, он это делает каждый день. А мы такие же люди, просто барьеры чуть выше, снова новая планка – это поход по краю крыши. Ты взгляни мне в глаза и улови этот взгляд, постарайся быть другом, стань со мной в один ряд. А бы не завела судьба, я справлюсь с любой проблемой. И та путеводная звезда оставит мне долю надежды. Я живу, и пусть земля под ногами пылает, я иду, потому что люблю эту жизнь. Наверное, нет такого человека, который бы хоть раз в жизни не играл в увлекательную и полезную головоломку, называемую Кубиком Рубиком. В честь своего создателя, венгерского архитектора Эрне Рубика. Уже более 40 лет это уникальное изобретение считается любимой игрушкой не только детей, но и взрослых, поскольку великолепно тренирует логику, память и мышление. Сегодня гениальная головоломка отмечает свой день рождения. В 70-х годах прошлого века Эрне Рубик, венгерский изобретатель, работал преподавателем архитектуры на факультете интерьерного дизайна в Будапеште. Он считал, что студентам Академии прикладных искусств ремесел для развития пространственного мышления необходимо хорошо понимать геометрию, различные виды моделирования и математику. Именно это и сподвигло его на создание Кубика Рубика. Идея вынашивалась им довольно долгое время, и первоначальная задача была во много раз труднее и практически непосильна. Эрне хотел, чтобы отдельные кубики могли вращаться, не нарушая при этом конструкции. Сам кубик должен был иметь 156 граней. В конечной версии их все же осталось 54, но тем не менее собрать чудо-изобретение оказалось непросто. Говорят, сам изобретатель потратил на сборку и разработку алгоритма около месяца. Но, впрочем, это мелочи по сравнению с британцем, который отказался от всех схем и алгоритмов и собирал кубик сам 26 лет. Ясно одно, на людей, которые творят подобную магию, всегда смотрят с восхищением. Впрочем, никакого волшебства в этом процессе нет. А вот изучить специальные алгоритмы для того, чтобы овладеть этим искусством, не помешает. Дальше дело за практикой. Ты потом заучиваешь все эти движения, посредством которых тот или иной кубик перемещается туда, куда тебе надо, не разрушая при этом всего остального, что характерно. И сначала ты это заучиваешь, потом это ты уже, в общем-то, знаешь, когда ты его собрал 50, 100, 150 раз. То есть, в общем-то, это не является какой-то сложностью. На то, чтобы собрать кубик у Сергея ушло всего несколько минут. Всех секретов, конечно, нашей съемочной группе сразу постичь не удалось. Но некоторые моменты запомнились. Кубик Рубика собирается по, назовем так, по уровням. То есть, наша задача сначала собрать верхний крест, соответственно, потом целиком собрать верхний уровень. Ну и дальше потом пойти собирать, соответственно, средний уровень. То есть, все как бы по порядку, все тихо, спокойно. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Сейчас, кстати, существуют даже специальные соревнования по сборке кубика на время. Ну а даже если не собираетесь участвовать в состязаниях, но готовы заниматься для того, чтобы постигнуть новое, самое время освоить гениальное изобретение Ирна Рубика. Сделать это при желании может любой. Главное – запастись терпением. Сейчас игрушка-головоломка, известна во всем мире, и чуть ли не каждый когда-либо держал ее в руках. В общем, очень даже не зря Рубик запатентовал свое изобретение. На протяжении долгих лет в музейное собрание попадали клады, спрятанные в разное время и при разных обстоятельствах. Клад сам по себе всегда вызывает интерес, но попадая в руки специалистов, кладовые комплексы превращаются в бесценный исторический материал. Клад прежде всего ассоциируется у нас с несметными богатствами и драгоценностями. Однако не стоит забывать, что в первую очередь клад – это те предметы, которые представляли для человека определенную ценность, и которые он хотел сохранить для себя или потомков. И именно некогда спрятанные предметы сегодня представляют огромный интерес для ученых, ведь совокупность вещей может дать более полное представление о жизни наших предков, чем одиночные предметы. И совсем не обязательно, что клад – это нечто, представляющее материальную ценность. Может быть, и было бы им дорого спрятать золотые монеты, но его у них не было. Да, он прячет то, чем дорожит в реальной жизни. Так на заре человечества, когда наши предки не знали металлов, особую ценность для них представлял кремний. Например, у нас в области и в соседних тоже нет месторождения кремния. Есть валуны, которые когда-то давно, в ледниковый период, притащил с собой ледник. И вот валуны состоят из кремния. И вот этот подходящий материал, который встречался нечасто, где-то на берегах Рея, Кручев, находил наш далекий предок. И пригодные вещи с собой носил, тяжелые вещи прятал. И вот мы знаем клады даже вот такого далекого от нас времени, эпохи неолита. Узнать, чем еще дрожили наши предки в различные времена, сегодня можно на выставке «Такие разные клады», открывшиеся в Рязанском Кремле. На ней представлены предметы из девяти кладов, некогда найденных на территории нашей области. Помимо ценного кремния, на выставке можно увидеть сельскохозяйственные деревообрабатывающие орудия, которые также были невероятно ценны для древнего человека. Здесь же выставлены украшения из знаменитых старорязанских кладов и различные монеты. Кладом также можно считать спрятанные, по всей видимости, во время революции документы и фотографии. Возможно, они представляли опасность для их обладателей, но все же их не уничтожили, а предпочли спрятать, что говорит о несомненной ценности этих бумаг. Клад документов и фотографий был найден в 92-м году при разборке сгоревшего на одной из рязанских улиц дома. Познакомиться с этими сокровищами рязанцы смогут в здании дворца Олега. Выставка «Такие разные клады» будет работать до сентября. На этом у меня все. Хорошей погоды в выходные и прекрасного настроения. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова